Волгарка новое слово «президент». Мы были участниками концерта и сидели за кулисами. И вдруг слова «президент Республики Казахстан». И вошли вы. Вы прошли мимо нас, помахав и улыбнувшись. И я на всю жизнь запомнила вашу искреннюю, открытую, чистую, добрую улыбку. Дальше 10-я юбилейная сессия Ассамблеи народа Казахстана. Конгресс-холл и вновь волнение от выхода на сцену. Но выйдя на сцену, я вновь увидела запомнившуюся мне вашу искреннюю и добрую улыбку. И волнение сняло, как в бой. 2009 год. Открытие Дома дружбы в городе Ак-Тюбе. И я должна выступить с приветственной речью к вам. Волнения у меня не было. Я ждала, когда же я увижу ставшую для меня родной вашу добрую и искреннюю улыбку. Тогда, в 92-м году, прозвучавшее для меня слово «Ассамблея» было чем-то далеким и непонятным. Могла ли я подумать тогда, что оно войдет во всю мою сознательную жизнь? Что я стану руководителем этнокультурного объединения? Что я буду членом Ассамблеи народа Казахстана? Конечно же нет. Сегодня же, когда главной задачей Ассамблеи является реализация государственной национальной политики в сфере межэтнических отношений, развитие казахстанского патриотизма, сегодня, когда Ассамблея народа Казахстана стала брендом нашей страны. Я понимаю, насколько мудра и дальновидна была ваша политика. В этом году исполняется 113 лет, как мои предки с верой в лучшую долю пришли на щедрые, благодатные казахстанские земли. Хочу сказать, что за годы независимости, когда появилась возможность уехать на свою историческую родину, никто из активистских болгар этого так не сделал. Потому как родины свои искренне считают маленькое село Болгарка, в котором по сей день живут потомки первых переселенцев. Мужчатан Абишевич, от имени своего народа, хочу вам сказать огромные слова благодарности за мирное днево, за спокойный сон своих детей, за уверенность в завтрашнем дне, за вашу улыбку, ради которой хочется жить и трудиться на благо нашего Казахстана.